уважаемые студенты продолжаем разбор ошибок при написании хирургической истории болезни академической сегодня у нас тема будет касаться желчнокаменной болезни значит титул лист ну уж заведующего кафедрой просьба писать грамотно замечаний слова операции писать не надо в диагнозе и конечно код пмкб 10 не надо включать вот между написанных слов получшего в конец предложения туда вынести далее сопутствующие диагнозы указаны с кодами единственное вот замечание по гипертонической болезни до риск даже вынесен заканчивается этот диагноз должен хсн столько-то вот и какая-то должна присутствовать информация о том достигнута ли она в смысле достигнута ли у него целевые значения артериальное давление или нет далее паспортной части есть ошибка отсутствует место регистрации или место постоянного проживания это все-таки может быть важным в частности если релевантен раздел эпидонамнез очень это может быть важно и для профпатологии для профболезни это также может быть важно ну что попался опять довольно классический пациент с жалобами на боли не просто верных отделов живота справа да в подреберье вправом связаны с прием пищи которые сопровождались тошнотой рвотой вот смотрите сюда рвота съеденной накануне пищи вот это слово у нас в институте наверное следует описать потому что если доктора пишут вот так то это вызывает подозрение на какой-то стеноз выходного отдела желудка не надо это писать если вы хотите чисто либо вы тогда должны будете его до обследовать там резиноцкопию желудка сделать фгдс так далее да не надо вот так делать отдали тут хорошо детализировано что и характер боли и интенсивность боли и связь с прием пищи опять же не претензия к вам в данном случае но не к этому раздела к дальнейшим рвота не приносящее облегчение если это сюда относится тут непонятно да отдельно предложение написано очень подозрительно в отношении панкреатита поэтому это показывает необходимость дифференциальной диагностики с этой патологии до далее анамнез написан замечательно кратко и емко мне нравится и единственное замечание по приему анальгетиков иногда пациенты говорят да я обезболивающий принимал а вот начинаешь спрашивать а какие конкретно они говорят ножку мы с вами знаем что нож поэтому не анальгетик это спазмолитик и в случае если ножкой боли купируются мы с вами прекрасно понимаем что значит они были обусловлены спазм который спазмолитик этот снял а значит они были функциональные и у хирурга делать этому пациенту нечего поэтому обязательно когда вы пишете об эффекте от медикаментозных каких-то воздействий до расписывайте какой именно препарат пациент принимал сколько он его принял далее в анамнезе жизни все как я люблю начинается с четырех социально значимых инфекцион заразных и болячек и далее должны быть перечислены четыре социально значимые незаразные болячки из них есть только три и вот это обычно это что любое сердечно-сосудистые события да но как правило связано с гипертонической болезнью где где эта болячка указана нигде не указана а между тем вот она вам несоответствие сопутствующей патологии она вынесена и она то есть она обязана быть и в разделе анамнез жизни обязательно кроме того пациент с жкб почему нет у вас в анамнезе жизни указаний или в анамнезе заболевания то могут быть указаний на наличие может быть он ранее обследовался по поводу жкб можете уже выявляли камни все должно быть это тоже проскакивать далее хорошо указан прием от пищи и какой именно расписан индекс курильщика ну и так далее далее нет претензий общее настоящее состояние обращает на себя внимание что вы указали желтушность кожного покрова это в случае подозрения клинического подозрения на желчнокаменную болезнь вас обязывает исключать ее хирургические осложнения в частности холедохолитиаз далее раздел по периферическим лимфоузлам давайте вот как если у вас чисто одна патология единственная и она не является онкопатологией и не является какой-то болячкой сопровождающейся генерализованной локализованной или лимфодонопатии да это у меня не надо выносить это так подробно и так отдельно замечательно про аппетит указан про должность языка так тут я не обращаю внимание потому что ну что гемодинамически стабильные все без особенностей далее самое главное в абдоминальной и ругентной хирургии живот где живот локальный статус вот это абсолютно не локальный статус это локальный статус не описали хотя ну и кстати да очень выделительная система где тоже нету туплений значит здесь поскольку вы нашли вот такие физикальные особенности да логичнее было грамотнее было бы написать допустим холидохолитиаз под вопросом или если вы там уж про работу так писали дев диагноз с острым панкреатитом надо было вот это сделать далее плане обследования ну отписали отписка отписка клин минимум бла-бла во-первых некоторые вещи не являются клин минимума его назначаются по стандарту но мы-то с вас при написании академической истории болезни просим расшифровать для того чтобы мы поняли есть у вас клиническое мышление или нет вот вам и надо было написать не просто подзорим на жкб еще посмотреть протоковую систему я имею ввиду билярный тракт наличие конкрементов расширения в ней внутри печеночных протоков конечно же посмотреть все равно и поджелудочную железу в заброшенном пространстве ее проток и панкреатический отек и так далее дальше где опять-таки лучевое исследование органов грудной полости на предмет очаговых инфильтративных изменений в легких и где результаты того что вы заказали потому что следующего сразу же идет план лечения смотрите в академической истории болезни надо сначала написать то что вы заказывали и проинтерпретировать это а потом уже писать лечение причем тут совершенно замечательно что напитана назначается он с режима и диеты но нет обоснования каждого назначения во первых во вторых смотрите какое несоответствие диагнозе при поступлении у вас стоит только острый холецистит в анамнезе у вас ни слова нет про гипертоническую болезнь но вы при этом назначаете антигипертензивную терапию если мы тоже так косячим именно практически доктора да ну во первых там есть осмотр терапевта да где наверняка он это все расписал во вторых вот за такие косяки наши с вами истории болезни писульки наши очень хорошо штрафуют поэтому будьте внимательны и опять-таки для практики для тренировки в академической истории болезни обязательно обосновывайте любое назначение почему режим общий почему диета голод почему цифазолин за вот это почему именно столько так далее почему операцию вас диагностическая вы же тут с точкой ставите острый холецистит вот если бы у вас было острый холецистит под вопросом там что-то что-то тогда до диагностическая операция объемом вернее как можно было написать диагностического параскопия при остром холецистите холецистектомия при если вы при ревизии там нашли в плененный камень где-нибудь бдс или в это в это то вы бы сделали холедохотомию ли ты экстракцию хотя конечно сейчас особенно в нашей больнице лучше это выявлять заранее поэтому у вас результаты должны идти до операции потому что если бы это вы выявили у пациента затащили не на лапарскопию согласовали бы его на рхпг пассатэ слептоэкстракции из холедоха понятно да зачем это делается далее протокол операции ну очень подробно списали у хирургов и замечательно даже писали макропрепарат удаленный до желчный пузырь и даже его вскрыли потому что вот слизистые описаны еда подтвердили там наличие конкрементов но уважаемые студенты обращаю ваше внимание что протоколе операции в конце его должны указываться объем кровопотери интерпретационное наличие каких-либо осложнений конечно же счет салфеток инструмента потому что если хирург это не напишет у прокурора могут быть огромный огромный вопрос вообще далее после операционное лечение но вы могли его написать там верху в плане лечения вообще среди всех консервативных мероприятий но если уж тоже расписали здесь но обоснуйте опять-таки каждая дали пить воду когда а вот когда тут еще надо было указать поэтому и в реальных протоколах так и есть пациент переведен в палату допустим пробуждение или он в реанимацию уехал или он его вернули сразу же в общую палату то есть смотрите после поднаркозных операций в настоящее время актуально разрешать им пить через два часа после пробуждения не раньше не понятное дело что не залпом а дробно ну ладно диетку постепенно расширили хорошо вот и вот у вас где не то чтобы результаты сразу как-то интерпретация не пойдет в академической истории болезни пишите действительно то что получили моих вам скидываем эти результаты и пишите под каждым анализом вашу интерпретацию полученных результатов как клинициста вот далее за клиническом диагнозе следует в случае если это оперированный пациенту выносить дату и объем хирургического вмешательства тогда это будет развернутый клинический диагноз ну и обоснование складывается из обоснования при поступлении плюс данные все которые вы получили которые подтверждают диагноз плюс естественно то что всегда почему-то у вас отсутствует данные интероперационной ревизии вы же тут смотрите и препараты писали и вот они камни подтвердили вы их конкременты вот номером 3 это тоже все обосновать диагноз дневничок наблюдения 1 замечательно все и дренаж описаны повязки рекомендации даны медикаментозным претензий мне нет к диете нет у меня претензий вот компрессионное белье давайте вот как что вы имеете ввиду пациента варикозная болезнь и вы ему чулки компрессионные прописывать или вы его бандаж бандажирование написали уточняйте потому что пациент же не знает далее список литературы насколько свежи эти документы не то есть недостаточно развернуты выходные данные и нет нормальной стандартной студенческой литературы учебные которые есть у нас в библиотеке вот это все недостатки данной истории болезни до свидания а